Вот первый признак дурака в мантии, вот как только он это сказал, всё, перед вами не судья. Замечательные люди, прекрасные, наши великие учителя, вот так можно. Так прекрасно гадят, что прям вообще помёт у них просто благоухает. Согласись, Бурлыцкий не такой же плохой, как кажется. Вот тут он показал единственный правильный вариант, то есть какая-то справедливость в нём есть всё-таки. Ты хочешь сказать, что у него совесть спала-спала вдруг? Так вот, дальше продолжаем. Я тебе сейчас раскрываю весь механизм лжи и обманок ЖКХ. Убедимся в своих полномочиях, тогда будем платить. Мы сейчас разбираемся с господином Бурлыцким. Не, он за нас тут супер-пупер, Бурлыцкий-то. Бурлыцкое право. Давай применим это Бурлыцкое право. По отношению к самому Бурлыцкому, доказательства где, документы где, ему нельзя осуществлять правосудие. Не надо никакой квалификационной коллегии. Он считает, что он всех может обмануть. Он открыто занимается подлогом служебным, подменой. А кто ему дал право? Конфликт совершенно в другом. Он скрывает эти документы, потому что он знает, что эти документы сфальсифицированы. Тебе документ дай, я тебе эту рожу даже видеть не хочу. Не дай бог, ты снишься ночью, благоухать начнет все кругом. А кто его покрывает? Покрывает его господин Бурлыцкий. Страна в говне, извините, только из-за того, что Бурлыцкий это профессионал. По должности-то да. А по факту мы с тобой разбираем каждый абзац твоего решения. Каждый. И в каждом косяк. Чего не коснешься? Кругом дурь, глупость, безответственность. А где и мелочь? А почему скрывается? Почему? Господин Бурлыцкий позволяет себе вытирать ноги от требованной статьи. А что они какие-то особые, что ли? Кто скрывает свою личность? Кто? Кто скрывает свою должность? Бурлыцкий. Там, где его не нужно, его там немного. А там, где нужно, разобраться. Вот с Бурлыцким можно какой-то вопрос обсуждать? С ним можно о чем-то говорить? Почему он не подчиняется закону? Ну, нет других мошенников. Ну, вот это единственный, кто сказал, плати мне. Плать вот ему и плати. Кто там нас? Бурлыцкий выбрал? Вот ты ему и плати. Ну, вот Бурлыцкий пусть и платит. Откуда ты можешь знать, что у меня находится? Если я тебе этого не сообщил об этом, как контрагенту. Ну? Антон. Ну, откуда? Откуда ты не узнаешь? Я тебе сейчас раскрываю весь механизм лжи и обмана, который сегодня царит здесь, в ЖКХ. Да, читаем, давай, открываем закон. Ведь, ну, выбрали, отлично, предположим, выбрали управляющую компанию. Управляющую, ну, предположим. Но управляющая компания, если ее действительно выбрали, давай, он же здесь про это. Мы с тобой сейчас разбираем этот, его решение, что тут при выборе управляющей организации, да, с собранием собственников многоквартирных, с каждым собственником в таком доме заключается договор управления на условиях указанных в решении данного общего собрания. То есть, из чего следует. У тебя на руках должно быть решение общего собрания, у тебя его нет, а управляющая компания держит у себя этот документ и никому не направляет. Правильно я понимаю? И не предлагает заключить договор. Не предлагает? Нет. Ну, если тебе управляющая компания не предлагает, и о решении ты ничего не знаешь, а у нас всплывает еще там куча всяких решений, то есть они там уже приспособились, вот эта п***ь, которая скопилась у нас в судебных органах власти, в органах управления государством, она либо тупо на бесконечности, либо включила дурака. Как я, например, могу знать о решении других? Других. Вот у нас сейчас, вот мы вчера ходили здесь, значит, тоже разбирались с документами, связанные с выбором одного председателя. Говорим, дай документ, который подтверждает, я вам не дам. Ну, не дашь, не дашь, нам-то как раз это и хорошо. Не дашь, деньги не будешь получать. Написали, до представления документов не получишь денег. Представишь документы, получишь, будешь получать. Мы ознакомимся, убедимся в своих полномочиях, когда будем платить. Статья 312, она позволяет нам так действовать. Пункт 2. До представления полномочий, до подтверждения полномочий не платить. Более того, я поступил добросовестно максимально, то есть я сам ходил к ним и истребовал этот договор, но они его не выкатывали. Конечно, 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 они бы сказали, ты пришел, ты обратился письменно, насколько я понимаю, правильно? Да. Ну, ты обратился письменно. Для чего тебе нужен договор? Для того, чтобы убедиться в полномочиях управляющей организации. У нас сейчас вот, ну, у тебя еще как бы не коснулось, а вот у нас Ольга Борисовна, тут в Выборге есть такая активистка, но их ресурсоснабжающая организация захотела, направляла квитанцию, потом 3 года мне направляла квитанцию в Следственный комитет, обратились, сейчас опять предлагает квитанция, без заключения договора. Говорят, а мы с тобой в устной форме расторгли договор, так это извини, я-то должен подтвердить, что договор, это твое предложение, расторгнуть договор, а у меня, я-то, я твое предложение отклоняю, ты для меня никто и звать тебя никак. Если ты у тебя, извини, в голове, ты че-то, то и будешь бегать, здесь щеки надувать. А они же в большинстве своем че-то, вот, Матюшенко, это же че-то. Виктор, ну, выбирай выражение, мне потом все это запикивать надо, ты не представляешь, сколько это трудов занимает. Ага, ну, ладно, так это же мое мнение. Ну, мнение-то мнение, а я вот сижу ночами и все это запикиваю. И мнение запикиваю. Ладно. Ну, я иногда просто позволяю себе. Такие вещи, хотя, конечно, я согласен с тобой, Антон, не надо на это скидываться, но вопрос, сколько можно вот это все терпеть? Вот это б***ь подобное отношение к нам. Ну, мы же б***ь подобное. И это запикаю. Почему? Ну, потому что нельзя такие фразы пускать в YouTube. Ну, как тебе пояснить-то, блин? То есть, ты каждым вот этим словом добавляешь мне, мне вот каждое твое слово при монтаже придется переслушать как минимум три раза. Ладно, ладно. Все. Буду молчать, как рыба облела. Нет, молчать нельзя и скандалить тоже нельзя. Нужно золотую середину искать. Так выражаться, чтобы и ничего опасного не сказать, но при этом сказать. И чтобы всем все ясно было. Хорошо, будем искать. Замечательные люди, прекрасные, наши великие учителя. Вот так можно. Так прекрасно гадят, что прямо вообще помет у них просто благоухает. Заборы смазывают, кругом благоухая. Зимой даже сады заменяет. Ну, ладно. Так вот, дальше продолжаем. Так же, как мы представим, решение общего собрания собственников оформлено, было отменено, оспорено или признано недействительным. Минуточку. А где исследование и оценка представленного документа, протокола? Отменено. Как ты можешь отменить тот документ, о котором ты ничего не знаешь? Как ты можешь оспорить тот документ, о существовании которого тебе ничего не известно? Как ты можешь потребовать признать недействительным документ, о котором тебе ничего не известно? Ну-ка, расскажи-ка мне. Так это тебе должен этот *** объяснить. Тот, кто выносил это решение. Еще раз. Мы с тобой сейчас разбираемся. Там уже три, по-моему, да, решения? В смысле, какие решения? Решения собственников они тебе подсовывают. Два. 2006. Ну, еще ссылка на... 2006 и 2017 вроде. Ну, а ссылка на 2014 или 2010 год там еще есть. Да, но его нет в материалах дела. Ну, какая разница? То есть, смотри, как можно... То есть, схема-то... Схема... Я тебе еще раз... Я возвращаюсь к схеме. Схема, по которой судья вдруг ни с того ни с сего возлагает на тебя обязанность отменить, оспорить, либо признать недействительный документ, о существовании которого тебе ничего не известно. С таким же успехом он мог потребовать отменить его решение, о котором тебе ничего не известно. Вот сейчас, смотрю на площадке, дискуссия идет, как отменять судебный приказ, если мне о нем ничего не было известно. Уже по фактам просто узнают, когда деньги стали снимать с карты, пошли... А оказывается, этот приказ вынесен был еще год назад или два назад. 90% таких случаев. То есть, еще раз, получается, схема-то просматривается достаточно такая любопытная. Мы сейчас с тобой разбираемся с той схемой, которая запущена в Российской Федерации. Издается какой-то документ, лицу права и свободы, которого ограничиваются этим документом, этот документ не направляется. Потом начинают говорить, а вы не оспорили этот документ? Вы его не отменили? Вы его не признали недействительным в установленном законном сроке. Как мы должны относиться к действиям такого лица, который вот такие вещи вытворяет? Мы, наверное, радоваться должны, что ли, по этому поводу? Да, благоухает. Вот я про это же. Давай я сейчас тоже... Ну, у меня были ребятишки, они делали, когда отжимали дома. Те приносят протокол, а те более поздней датой, через месяц, приносили другой протокол. Вот такой же протокол, собственники проголосовали. Какие собственники? Такие же, как у вас собственники. А где здесь собственники? А у вас где собственники? Вот, радостно сообщают друг другу. Смотри, вот у тебя тут нет собственников. И вот тут начинается. А если сейчас мы представим свои протоколы? Давай вот сейчас изгладим протокол, да? С 14-15-м годом. Не, ну они сразу возбудятся. Ты что, им такое-то не надо? Они все возбуждаются. Они все возбуждаются. Скажут, откуда у тебя документ? Не знаю, в почтовом ящике нашел. Они же тоже так же. Не знаю, кто-то принес, положил. Они же так себя ведут, нет? Именно так. Ну, кто-то им принес. Хорошо. То есть, они шли, вот этот. Шел руководитель по городу. Нечаянно запнулся, упал. Головой стукнулся. А бумажку. А бумажки оказалось. Очнулся. О, простотея. Господь Бог на решение собственников подослал, да? Очнулся. Видишь, такие? Да, очнулся гипсом. Бриллиантовый ЖКХ называется. Да, да, да. Бриллиантовый ЖКХ. Откуда-то появилось решение, да? Да, никто его не зарегистрировал, да? В установленном порядке. Да? Правильно я понимаю? Ну, то есть, кто-то оформил, кто-то передал, кто-то получил. Непонятно, кто получил его, правильно? Нет же подписи лица, который зарегистрировал в управляющей компании этот документ. Нету ведь? И это все, знаешь, и судья все это делает, видит, что он этого ничего не видит. Ты веришь в это? Почему я это сразу вижу, а, скажем так, судья этого не видит? Скажи мне, почему ты сразу видишь, что отсутствует регистрация? Вот, спроси мне, пожалуйста, вот документ, он не зарегистрирован в установленном порядке. Ему не присвоен регистрационный номер. Документы ведь издавал кто? Собственники или в управляющей компании его создан. А я тебе сразу скажу, что раз он не зарегистрировал, значит, что он и создан в управляющей компании. Теми лицами. И представил его директор предыдущий. Вот они все там сейчас вокруг. О, какие мы все молодцы. Какие мы все умные, да? А только весь у них ум заканчивается, как только появляются люди, которые быстро начинают с этими вопросами разбираться. В пару тронку нормальных следователей поплыли сразу. В том-то и дело, что везде признаки коррупционной сговоры. Ну, нас это интересует еще раз. Мы сейчас разбираемся с господином Бурлутским. Вот он сейчас пыль говорит, мне неясно, каким образом. Пусть он разъясняет, мне неясно, каким образом я могу отменить, оспорить, либо признать недействительный протокол, о существовании которого я ничего не знаю. Ну-ка, а ему задать вопрос, а ты можешь отменить документы, о существовании которых ты сам-то ничего не знаешь? Которые тебя касаются? Не, он же у нас тут супер-пупер, Бурлутский-то. Бурлутское право. Ну, давай применим это Бурлутское право. По отношению к самому Бурлутскому. Мы понаблюдаем, а почему нет-то? Мы же равноправные участники гражданских правоотношений или нет? По закону, да. Ну да. Дальше смотрим. А это все вопросы, вот я, для чего я тебе покажу, что это все заявление, разъяснение, решение суда. Вот мне, например, неясно, как ты можешь отменить, оспорить, или признать недействительный. Ну, что он разъясняет? Осуществование которого документ, да? Тебе ничего не известно. Так же, как тебе ничего не было известно о твоей обязанности представить доказательство, что собственники приняли решение об изменении способа управления, о выборе нового управляющего. Тебе же ничего не было известно? Чувствуешь разницу, в чем заключается, Антон? Разница заключается в том, что либо судебный процесс идет открыто, и в судебном процессе все ясно и понятно по каждому доводу. Начиная с установления правоотношений сторон, и заканчивая, либо вот так, по колхозному, по совковому, как ведет господин Буруцкий. Может, господин Ром-то называют? Язык не поворачивается. Вот смотри, УК, ДС, ВЖР, да? Осуществляет свою деятельность по управлению многоквартирного дома, правильно? Отлично. Доказательство где? Доказательство где? На официальном сайте указана лицензия. А осуществление деятельности по управлению домом, извини, вопрос главный. Если они действительно осуществляют управление многоквартирным домом, в котором ты являешься собственником помещений, то у общества должны быть документы, подтверждающие осуществление такой деятельности. Я правильно понимаю или нет? Да. Ну, и где? Где-то там. Среди ассо... Где-то там? Ну, вон, он пишет. Домгосуслуги.ру Подожди, подожди, так это, подожди минутку, на основании, это на основании лицензии, на официальном сведении об указанном обществе, как как бы организацию. И еще раз. Вам может быть хоть что указано? Заметь, он... Доказательство того, что осуществляется документ. Кто указывает там сведения на госуслуги? Кто указывает? Они же. Ну? Заметь, в этом абзаце нету речи о решении собственников. Ну, нету. Здесь же размещен договор управления, а чем подтверждается, что он исследовал в судебном заседании сайт госуслуги? Есть такое, нет? Нету. А если этого нету, он почему сюда это пишет? Он обязан был исследовать этот вопрос? Более того, если он считает, что где-то что-то отмечено, на заборе тоже много что написано. И что дом госуслуги РУ, и что там... Ну, кто-то чего-то там выложил. Документы-то где? Документы где? Здесь же размещен договор, правильно? Вот я насколько понимаю. Управление многоквартирным домом, правильно, Антон? Ну, так написано. Указано. Отлично. Значит, он знает, что какой-то размещен договор управления. Он его исследовал, этот документ. Между кем и кем заключен договор управления? Какие субъекты заключили договор управления? Наделены ли субъекты в качестве? Является ли договор подписанной стороной? Откуда ты можешь знать, что на каком-то сайте размещена какая-то аргата, какая-то информация? Ты знаешь, что... Что препятствует... Значит, что препятствует управляющей организации заключить с тобой договор? А, и на нее возложена обязанность. Почему 162-я статья-то старательно обходится? Обход идет в части... С одной стороны ссылается, да, вот смотри, на 162-ю, вот он, да? На пункт 1, части 5. Почему он не указывает часть 1 статьи 162, а? Почему он этот старательно обходит? Это что за, скажем так, за суднопроизводство такое? Он решил, что он здесь, скажем так, господин Буруцкий, решил, что будет поиграть с нами в наперске и, скажем так, продемонстрирует нам свои способности? Так мы и без этого знаем. Мы с первого документа не увидим, что перед нами лицо, которое не способно осуществлять правосудие надежащим образом. Мне, например, даже не нужно, знаешь, мне даже экзамен проводить не надо, я любой документ беру, я сразу вижу, что человек не способен осуществлять правосудие надежащим образом. Не надо никакой квалификационной коллегии. Если я читать документы умею, для меня это 6 секунд определить, что Буруцкий, это случайный человек, его, извини, ему нельзя осуществлять правосудие. Потому что у него наклонности мошенника, это мое мнение, что у него хорошо развиты наклонности мошенника, наперсочника. Он считает, что он всех может обмануть. Он открыто занимается подлогом служебным, он открыто занимается подменой. Вот смотри, вот мы с тобой, пункт 1, часть 5, статьи 162, и пишет, да, сопоставляешь, а текст-то другой, текст-то другой, в норме. А кто ему дал право подменять тексты-то? Он применять их может, применять, но подменять ему никто не предоставлял права. Ну это как минимум 286 УК РФ, превышение должностных полномочий. Ну я сейчас не буду этот вопрос обсуждать, я обсуждаю саму фактуру. При таких обстоятельствах у управляющей компании наличие уполномочия на осуществление контроля исполнения собственных обязанностей по плате суд считает установленным. Да не это ты должен был разобраться. Конфликт-то не в этом. Антон, конфликт-то не в этом. Конфликт совершенно в другом. УК ДС ВЖР, имея на руках весь пакет документов, а у тебя по определению его не может быть. Ведь все документы где аккумулируются? В той организации, которая намерена осуществлять управление. А у тебя как отдельного собственника эти документы не аккумулируются, тебе их никто не направлял. Ну давай мне доказательства того, что ты мне не направил. А УК ДС ВЖР почему тебе эти документы не направил? Вопрос. Ну давай посмотрим норму права. Извини. Ты о том, что управляющую компанию выбрали в качестве управляющей организации. Ну давай посмотрим, что говорит про это. Норма 406. Они бегают, выключают. Они какие-то нормы. Почему-то они только те нормы, которые они где-то вычитали. Есть такое понятие просрочка кредитора. Кредитор считается просрочившим, если не совершил, видишь, не совершил действий, предусмотренных законом, иными правовыми актами. Какие действия он не совершил? Не совершил действий, предусмотренных законом. Ты задаешь мне вопрос. Виктор, а какие он действия не совершил? А вот он не заключил с тобой договор на условиях, указанных в решении общего собрания. Я правильно понимаю или нет? Он не заключил с тобой договор управления, хотя у него все возможности такие были. А не заключив такой договор, он побежал чего-то там отключать. Ты обрати внимание, ты с ним разговариваешь, а он себя ведет как, извини, как будто захватчик. Хотя он должен был прийти, сказать, Антон Николаевич, смотрите, у нас договор, вот у нас решение собственников, вот договор управления. Давайте мы с вами установим правоотношения, вы ознакомитесь. Собственники проголосовали вот за нас, как управляющую организацию. Вот реквизиты этой организации на счета, которые вы обязаны носить денежные средства. Давайте, проверьте, удостоверьтесь, что собственники наделили у меня полномочиями. Он ведь скрывает эти документы. Почему он скрывает эти документы? А я тебе скажу, почему он скрывает эти документы. Он скрывает эти документы, потому что он знает, что эти документы сфальсифицированы. И он знает о том, что он совершает действие самоуправлено. А кто его покрывает? Покрывает его господин Бурлуцкий. Вот. Ведь не в том, что он где-то размещен, договор управления. Не в этом заключается вопрос, а исполнил ли УК ДСВЖР свои обязанности, указанные в части 1 статьи 162, он как кредитор, исполнил свои обязанности? Нет. Нет? Ну, а ты как будешь, еще раз, вот же, считается, если он отказался, что? Не совершил действий, предусмотренных законом. Кредитор считается так же, в случаях указанных, дальше. Просрочка кредитора, читаем пункт 2, дает должнику права на возмещение, причиненных просрочкой убытков, если кредитор не докажет, что просрочка произошла по обстоятельствам, с которыми у него сами те лица и там далее не отвечают. Ты отказался, вот я тебе привожу пример, ты к нему обратился для того, чтобы заключить договор. Так было или нет? Угу. У тебя основанием для внесения платы является письменный документ, в котором ты смотришь реквизиты, сопоставляешь и платишь по платежным документам, которые тебя направляют. Ты получаешь платежный документ, да? Там указан расчетный счет, на который ты должен заплатить деньги. Правильно я понимаю? Ну, указан. Да, указан. Но этот-то расчетный счет, который указан в платежном документе, он должен совпадать с договором ответственность за содержание, за верные сведения, в котором указаны, подписаны кем? Лицом, который в праве действовать от имени управляющей организации бездоверенности. Как там этого дружка твоего лучшего зовут, который бегает там, а? Директора или юрисконсульт? Директор, директора. Русин Алексей Александрович. Русин-то Алексей Александрович подписал этот документ? Нет. Клишество. Бегает там, значит, щеки надувает, маску одень. Какую маску одень? Тебе документ дай, я тебе эту рожу даже видеть не хочу. Маску одень. Ты без маски, ты хоть в маске, то хоть без маски, не дай бог. Приснишься ночью? Благоухать начнет все кругом. Причем так благоухать, что мало не покажут, а соседей скорую помощь вызовут. То есть, судя, по этой статье можно еще и убытки с них истребовать. Правильно? Конечно, ты вправе. Вправе? У тебя сейчас они отключили, а ты не мог исполнять. Ты же не мог исполнять обязательства, потому что в твоем распоряжении нет документа, подписанного лицом, имеющим право действовать без доверенности от этой организации. У тебя нет документа. А если ты заплатишь, вот у нас 99% ас***ов, которые считают себя супер-пупер умными, бегут и платят. Я в свое время, я не знаю в каком, 15-м году защищал таких ас***ов. Все ходили, умничали. Ой, да что там Богданов нам рассказывает? Я говорю, я по следствиям вам рассказываю, ваши дурацкие действия. Да не надо мне нам ничего рассказывать. Мы сами умные с усами. А когда по соточке сверху предыдувила управляющая компания, ой, забегали. И в судебном заседании, я сижу там, очередь, человек 40 выстроилась ко мне. Виктор Иванович, возьмите меня защищать, возьмите меня защищать. Кузнецовый сидит, судья, и пахахатывает, говорит. Виктор Иванович, вы каким-то сегодня бешеным спросом пользуетесь. Я говорю, потому что в свое время этот бешеный спрос головой своей не думал. Что делает и как? Бешеный спрос. Страна в говне, извините, только из-за того, что а** на а** сидит и думает, что он самый умный. Простейших действий не знает, как совершить. Простейших. И профессионалов не слушают. Ну, вот тебе, Муруцкий, Муруцкий, это профессионал? В каком-то? По должности, да? По должности-то, да? А по факту? По факту нет. Ну, в своей области, в плане напёрстков, можно сказать, что... Подожди минутку, меня не интересует в плане напёрстков. Мы прекрасно знаем, что такое судебный орган власти. Это инструмент. Инструмент, главный инструмент, который... Что? Цель которого? Создание которого. Наладить правоотношения надлежащим образом на территории города, посёлка. Страны, в конце концов. И мы увидим с тобой, как работает этот инструмент. Вот я сегодня тебе... Что не абзац? Смотри, мы с тобой... Фактически, я ещё не всё прошёл. Мы с тобой разбираем каждый абзац твоего решения. Каждый. И в каждом косяк. Не, чё ты так меня не любишь? Это не моё решение, это Бурлудского. А, ну да. Видишь? Я даже думал, что это твоё решение, а оказывается, это Бурлудского решение, судьи. Я так не мог решить вообще никак. Сам за себя. Да мог, мог. А, ну да, Бурлудский же написал, что я мог. С тех пор, как он тебе сказал, что отклоняются твои доводы о том, что ты не можешь... Ну, покажи, покажи этот абзац, это шедевр. Это вообще выше, да? Ну, вот. Что ты, как ты не имеешь права взымать плату за жилищно-коммунальные услуги, подлежит отклонению. Твой довод о том, что ты не имеешь права взымать плату, подлежит отклонению. Отклоняется твоё право. Имеешь право с этого момента. Ну, согласись. И мне же он уже реализовать. Согласись, Бурлудский не такой же плохой, как это, как кажется. Вот тут он показал единственный правильный вариант. То есть, что-то какая-то справедливость в нём есть всё-таки. Ты хочешь сказать, что у него совесть спала-спала, вдруг подняла правое ухо, послушала-послушала, попыталась поднять левое ухо, и правой ногой он отбил, чтобы до месяца подлежат отклонения. Совершенно верно. Хоть как-то совесть через вот такие абсурдные абзацы у него немножко просыпается. Ну да. То есть, ноги делают то, что, собственно говоря, и должны делать голова. Понятно. Эх, кругом, кругом. Вот видишь, Антон, мы с тобой сидим, читаем. И чего не коснешься, кругом дурь, глупость, безответственность. Он тут ещё один проснулся сейчас, пьёт чай и говорит мне, комментирует, безнравственность. Нет, чтобы мне чай принести. Безнравственность. 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 Нет, ну да, он не чайно пьёт, а чайно пьёт. И комментирует мои высказывания. Безнравственность и бесчайность разъединяют нас. Да. Да. Вот так вот приходится. У нас с тобой сейчас вопрос, пусть этот самый господин Буруцкий разъясняет свою дурь. Он, естественно, напишет, что ему всё ясно, что его решение написано ясным и понятным языком. То есть, он будет восхищаться шедевром мысли. Нам, собственно говоря, это и нужно. Мы как раз и поставим под сомнение его разумность и добросовестность в связи с высказыванием о том, что решение написано ясным и понятным языком. Если всё написано ясно и понятно, тогда он запросто даст разъяснение по всем вопросам, которые мы ставим перед ним в своих заявлениях о разъяснении решения суда. Я правильно понимаю? А у тебя что, ещё какие-то сомнения остались? У меня давно уже все сомнения улетучились. Три года назад ещё. В его... У меня-то... У меня-то всегда сомневаюсь. Да? Я всегда... Даже Бурлузский он в первом абзаце сомневается. Ну, правильно, он и должен сомневаться. Ну, ладно, мы ему зададим вопрос, а там вот пусть посмотрим. Смотри, забыл тебе сказать, тут где-то недели две назад, короче, в подъезде увидел женщину, новый мастер ЖИО. Она пыталась мне бумажку подсунуть, типа, за пожарной безопасностью. У нас же тут пожар был в этом мусоропроводе. Мусоропроводе загорелся этот бак пластиковый, и в подъезде прям туман стоял, и вот этот пластиковый угорь. Ну, реально можно было это сознание потерять, если там хотя бы минуту в подъезде постоять. Короче, я пожарку вызвал, они потушили. Потом она вот через неделю пришла, пыталась вот эти две бумажки подсунуть, типа, распишитесь за пожарную... За инструктаж о пожарной безопасности. А такие три или четыре бумажки, короче, таблица с росписями. А на главной странице просто там безопасность. И при этом ничего не разъясняло. Я говорю, у вас нет полномочий, мне некогда это, расписываться не буду. Всё, до свидания. Я предполагаю, что они, ну, этот, возможно, новые решения решили состряпать собственников. Ну, вероятнее всего. Подписи собирают. И вчера, позавчера, ещё один пожар, только в другом уже, в третьем подъезде, тоже мусоропровод горел. То есть, они всячески провоцируют на подписание вот этих документов. Возможно, я так предполагаю. То есть, один загорелся, второй, и потом они ищут возможности. Ну, это... Да, пожары бывают в нашем доме, в мусоропроводе, очень редко, раз в пять лет. Угу, раз в пять лет. Тут вдруг пожара, два даже, да? Тут всё у них, всё горит, и никто ничего не обращает внимания. Ну, это мы должны учитывать. Угу. Ага. Так, это стоит для сведения. У нас с тобой заявления о разъяснении решения суда, они у нас связаны с дополнениями к апелляции. Угу. Каждое обращение, оно требует представления информации, представления ответа, который должен заключаться «да» или «нет». Не представление о тебе информации мы будем говорить, интерпретировать в свою пользу. Мы к нему обратились, он даже этот вопрос-то и не смог раскрыть. Это же мы сейчас с тобой доказательственную базу для апелляции собираем. Мы с тобой должны доказать, что решение неправильное. Почему? Потому что оно неправильное, потому что он сам не может ответить на простые вопросы. Вопросы, перечень которых содержится в статье 198 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации. Ну, кому бы тут всё ясно. Угу. У тебя правоотношения с ним установлены? Нет. Нет. Отлично. Ты его не знаешь, правоотношения у тебя с ним не установлены. Двигаемся дальше. Проверяем полномочия должностных лиц и его представителей. В данном случае, либо должностным лицом является, либо представителем должностного лица. У тебя есть документы, подтверждающие полномочия? По данному действию нет. Ну, отлично. Кто-то заходит в подъезд, начинает совершать какие-то действия. Ты его первый раз видишь, фамилию, имя, отчество, ты его не знаешь. Полномочия он тебе не предоставляет. Документ, подтверждающий его полномочия. Всё. И дальше можно не двигаться. Чувствуешь, как всё просто? Две статьи. Часть первая статьи 196 и часть вторая статьи 161 позволяет разрешить 90% ситуаций. Я понятно объяснил, нет? Угу. Ну? Так и ты можешь, и любой из нас может. Не надо ничего. Первое полномочия. Первое. Фамилия его отчества. Второе. Полномочия. Вот давай мы с тобой коснёмся. Вот у нас решение. То же самое решение. Вопрос. Давай зададим себе вопрос. Отношения-то ведь все мы равноправные отношения. Вот мы смотрим решение господина Буруцкого. Правильно? Судья Буруцкий, да? Он хорошо. А где имя отчество-то? Ну? Где у Буруцкого-то имя отчества? Нету? А почему скрывается? Вот у тебя написано Булгакова Антона Николаевича. Я правильно понимаю? Ты не скрываешься. Вопрос. Если Буруцкий действует разумно и добросовестно, почему он от тебя скрывает своё имя и отчество? А это именем Российской Федерации решение-то вынесено. Почему господин Буруцкий позволяет себе скрывать от граждан, которые содержат его на свои налоги, своё имя и отчество? Тогда как статья 19 Гражданского кодекса Российской Федерации возлагает на него обязанность при осуществлении правосудия действовать под своим собственным именем, включающим фамилию, собственное имя, а также отчество. Ну, почему господин Буруцкий уже за решение, вынесенное именем Российской Федерации, позволяет себе вытирать ноги отребованные статьи 19 Гражданского кодекса? Поясни мне, пожалуйста, если ты сможешь. По идее, он должен был написать именем R.F. Может быть, не знаю. Я сейчас не буду об этом говорить, что он должен был написать. Он должен был написать имя отчества. Так он и Пономарёву, и Матюшенко скрывает. Про это и речь. Про это и речь. А что, они какие-то особые, что ли? Вот все, кто скрывает, понимаешь, здесь же сразу, вот перед тобой признаки недобросовестности, как минимум, а склонности к мошенничеству, склонности к обману. Кто скрывает свою личность? Кто? Кто скрывает свою должность? Буруцкий. Уже это, одно, только вот это, вводная часть, уже ставит под сомнение все решение. Уже ставит под сомнение законность этого решения. Что тут непонятного? Может быть, я что-то придумал? Ну, Антон? Почему я не скрываю свою фамилию, имя, отчество? Почему ты не скрываешь свою фамилию, имя, отчество? А почему это... Опять сорвался. Ура, сработал триггер. Триггер сработал. Ну, действительно ведь, да? Почему эти прекрасные люди скрывают свое имя, отчество? Буруцкий, Пономарёва. Если они действуют в законе, понимаешь, по закону они действуют. Это же гордо звучит. Действовать по закону. И наук. И всех подталкивает к тому, чтобы был наведен порядок у нас в территории страны. Ведь никто не против платить за жилое помещение, за коммунальные услуги. Порядок-то должен быть соблюден. Мы же не отказываемся, правильно? Платить. У тебя нет договора, тебе его не предлагают заключить, тебе не направляют решение общего собрания собственников, договор управления, утвержденный собственниками. Тебе эти документы не направляют, но с огромным удовольствием направляют, значит, предостережение, предупреждение, уведомление. Там, где должны быть государственные органы, их нежная забота о гражданах, о их комфорте, их там нет. А там вот, где их не нужно, там их много. Вот, мы сегодня с тобой разбирали решение Бурлутского, вот оно как раз такое и есть. Там, где его не нужно, его там много. А там, где нужно, разобраться. Мы сегодня с тобой правовую вопросу разбираем, правильно? Без друзей меня. Без друзей меня чуть-чуть, без друзей меня чуть-чуть, а с друзьями много. Что-то песенка, песенка вспомнилась. Но у них не друзья, у них-то там крылья на крылья. Они готовы друг друга за бабла, они готовы друг друга загрызти. Куда население-то, почему население-то падает под них? Почему население под них падает? Давай, вот я тебе сейчас еще раз приведу пример. Говорят про решение собственников, о котором ты ничего не знаешь, как ты можешь его использовать. Исполнить. Правда, с такими судьями, как Бурлутский, я не знаю, где он купил диплом об образовании. Где он учился логике, элементарной логике. По-моему, у меня такое ощущение, что их там набирают по принципу тупой еще тупее. Который вообще не понимает. Обычно судья-то набирают умных людей. У меня, слава богу, на моем пути попадались разумные судьи, с которыми можно было вопросы обсуждать. А вот с этими разве можно обсуждать вопросы? Вот с Бурлутским можно какой-то вопрос обсуждать? Судьей, который заявляет, вопросы суду не задают. С ним можно о чем-то говорить? Вот первый признак дурака в мантии, первый признак, это его заявление, вопросы суду не задают. Вот как только он это сказал, все, перед вами не судья. Это четко должны понимать. Вопросы суду не задают. Это сколько ко мне приходит со всей страны, сколько приходит сообщений. Виктор Леонидович, а нам сказали, вопросы суду не задают. Я говорю, так перед вами, дурак. Откройте статью 166 процессуального кодекса и прочитайте. Ходатайство по вопросам, связанным с разбирательством дела. Я говорю, не вопрос, я связанное с разбирательством дела? Он говорит, да, но так вопросы судьбе не задают. Уважаемый суд, вы можете открыть ли дело такое-то? Да, могу. Задал я вопрос судье? Задал. Ничего там такого нет. Другое дело, что есть вопросы, которые сдаются суду, а суд их выносит на обсуждение сторон. Вот и все. Суд, как посредник между двумя субъектами гражданского спора, двумя, тремя, там, несколькими. Ему задают вопросы, он их выносит на обсуждение, получает реакцию участников судебного разбирательства, вносит в протокол и на основании вот этих обсуждений выносит определение. Вот так оно и осуществляется. Если бы у тебя, Антон, в судебном заседании по этим правилам осуществалось правосудие, ты бы вышел даже, как бы, если даже тебе отказали в удовлетворении твоих требований, ты бы, по крайней мере, очень много чего понял. А он эти вопросы не выносит, он их туда глубоко забалтывает. Вот я тебе сейчас привел статья 309, ты говоришь, обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательств и требований закона. Ты знаешь, что условия обязательства содержатся в решении общего собрания собственников и в договоре управления. Требования закона, вот я тебе показал. Скажите, извините, требования закона, вот я вижу. А условия обязательства я не вижу, мне их не представили. Они говорят, да вот же, ты носить плату за живое помещение коммунальной услуги. Я говорю, ну давайте посмотрим, давайте вот открываем, уважаемый суд, вместе с вами. Я, может быть, я чего-то не понимаю, вы меня поправите. Давайте откроем 157 статью, да, 156-ю, жилищного кодекса, где мы обязаны наносить плату, да? Обязанность внести платы. Ну вот, смотрите, гораздо своевременно наносить плату за живое помещение коммунальной услуги. Антон, скажи, пожалуйста, в этой норме указано, кому мы обязаны наносить плату за живое помещение коммунальной услуги? Ну, ответ мне на вопрос. Судья пусть вынесет. Нет. А судья сказал любому. Ну, я как бы не против, любому, в том числе и мне могут наносить плату. Значит, не должны быть какие-то документы, которые определяют то лицо, которому я обязан носить плату, правильно? Угу. Отлично. Кто определяет лицо, которому любой из собственников обязан носить плату? Собственники на их общем собрании. Где этот документ, в котором указано, где решение собственника, в котором указано лицо, которому необходимо вносить плату? Где оно? Его нету. А я откуда знаю, кому я должен носить плату? Только потому, что какое-то УК ДСВЖР выспалось и приперлось сюда в суд и начинает щеки надувать. Давайте, в конце концов, мозги-то включим, хватит уже дурку-то валять. Вот судьи там в дурку валяют, прокурорские дурака валяют. У нас все дурака валяют. Вот, извините, мы спрашиваем, и медленные не могут понять, а что у нас в стране-то происходит? А я скажу, что происходит в стране. В органах власти у нас дурак на дураке. Вот и все. И самое главное, у нас отсутствует судебная власть, как настоящая. Судебная власть, созданием судебной власти следует только начинать заниматься. Создавать с нуля. Вот всех, кто там сейчас есть, их надо убрать оттуда. Всех судей. Начиная с Лебедева и до самого последнего судьи. Почему? Потому что они не способны осуществлять правосудие надлежащим образом. Ведь нормы-то, правы уже прописаны, легко все проверяется. Антон, не надо ничего придумывать. Уже все придумано. За нас. Бери, допользуйся. Что, я тебе что-то сложное рассказал? Тебе почему-то ведь все понятно, что я... Мои рассуждения понятны тебе, нет? Все ясно, да. Ну. А почему судья-то не может это сделать? Антон. Я предполагаю, что за ним стоят те, кому это все выгодно. Ну, мы можем хоть что предполагать, пусть он сам ответит. Почему он так не может объяснить свою правовую позицию? Почему? Простые вещи не могут. Все просто. Нормы процессуального права, их не обманешь. Если написано, что в документе должна быть указана фамилия, имя, отчество, есть представитель лица, почему их там не указывают? Ну? Если норма права предусматривает отражение фамилии, имя, отчество судьи, судебном акте, почему он не подчиняется закону? Что за молк? Так, вот это пыхтение потом вырежешь. Критику принял. А то пыхтишь там, как поровалось. Вопрос-то в другом. Кто наделил полномочиями-то управляющую компанию ДЭС-ВЖР? Он этот вопрос не поднимал и не выяснил. Даже то, что ты обязан. Минутку. То есть у него доказательства исходят из чего? А раз другого нет, значит этот должен, что ли? Деньги-то вы же должны платить. Ну, нет других мошенников. Ну, вот это единственный, кто сказал, плати мне. Плать, вот и мы и плати. Да, кого мы выбрали, вот вы там тому будете платить. Давай так, вот кто выбрал, тот и будет платить. Матюш, кто там у нас? Бурницкий выбрал, вот ты ему и плати. Кто, у нас же принцип, кто волю изъявил об установлении правоотношений? Кто? Бурницкий? Ну, вот Бурницкий пусть и платит. Ты-то ведь волю свою не изъявил на то, чтобы установить правоотношения с УКДС-ВЖР? Нет, не изъявил. С ресурсовоснабжающих, они к тебе не обращались. Они же к тебе не обращались с такими предложениями. Ну, а о чем тогда речь вести? Вот я лично, я не понимаю. Может быть, ты мне подскажешь. Деньги хочу получать, а, скажем так, обратиться к тебе с предложением заключить договор, что, гордость не позволяет? То и корчат из себя начальников. Типа, ты должен за мной тут бегать. Возомнили себя начальниками. Никакие не начальники, ч**ки. Вопрос. Кто возлагал? Вот этот абзац, он должен быть отсюда исключен. Почему? Потому что этот вопрос на обсуждение сторон не выносился. Решение, определение о том, что на тебя возлагается обязанность представить какие-то иные доказательства, определение такое отсутствует. А 195-я статья Гражданского процессуального кодекса говорит о том, что нельзя ссылаться на те доказательства, которые не были исследованы в ходе судебного заседания. А че, зачем ты сюда этот пиндюришь? Для красоты. Продолжение следует... Продолжение следует...